В субботу у студенческого городка Тихоокеанского госуниверситета вследствие столкновения двух машин было парализовано движение трамваев пятого маршрута. Несмотря на то, что автомобиль одного из участников ДТП отлетел от места столкновения на несколько десятков метров, пострадавших нет. В каждой машине было по пассажиру. В Ниссане Сима ехала женщина. Переднее сидение в Лексусе занимал представитель сильного пола. Водитель внедорожника собирался свернуть с Тихоокеанской на улицу профессора Даниловского. Шофер седана ехал ему навстречу. Владелец Лексуса говорил, что дождался, когда светофор замигает зеленым и, пропустив остатки встречного потока, тронул машину на поворот. Я уже начал выезжать. Пропустил женщину и поехал на левая газа. И тут авария произошла. Владелец Симы напирал на то, что он ехал на разрешающий сигнал светофора, а значит водитель Лексуса должен был ему уступить дорогу. Боргающий зеленый, за долю секунды желтый. Человек поворачивая на улицу Даниловского. Так и не договорившись относительно чьей-либо виновности, автолюбители вызвали сотрудников ДПС. Однако тирос судить шоферов тоже не смогли. Ни в одной, ни в другой машине регистратора не было. А решить эту задачу, не располагая кадрами фотофиниша, попросту невозможно. Материалы дела направлены в отделение дознания. Установление виновника вопрос принципиальный для муниципального трампарка. Из-за этой аварии в часовой простой попали несколько экипажей электровагонов. Судя по тому, как далеко от места удара оказался седан, его водитель, похоже, планировал проскочить перекресток с ходу. И на стыке сигналов светофора вместо педали тормоза нажал на акселератор. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Андрей Алферов.